Бакки Способность выпускать электрический заряд Генерировать электромагнитные импульсы, способные вводить из строя электронику Впервые на телевидении Бакки появился в мультсериале Супергерои Марвел 1966 года Во время серии о Капитане Америки После большого перерыва в 2006 году Барнс появился в полнометражном анимационном фильме «Новые Мстители» Барнс, нас разорвёт на куски Я слышал тебя зовут Бак? Капитан! Я не поверил, когда мне позвонили, просто... Господи, что же это я? Входи, входи В 2010 году «Зимний солдат» появляется в мультсериале «Мстители. Могучие герои Земли» Да, я знаю, но мы же партнёры, да? Но Капитан Америка нужен миру больше, чем Баки Нет, нет, Баки! Мы воевали плечом к плечу Я узнал тебя Приди в себя, Баки! Не зови меня! Далее Баки появляется в пародийном мультсериале «Отряд супергероев», шедшем с 2009 по 2011 год Дебют Баки в кинематографе, роль которого исполнил Себастьян Стэн, состоялся в 2011 году, в фильме «Первый мститель» Здесь он представлен как лучший друг Стива Роджерса ещё с детских лет И всегда защищал его от хулиганов, с которыми Стив самоотверженно пытался сражаться Несмотря на маленький рост и слабый организм По ходу фильма его и несколько десятков других солдат похищает Красный Череп И Стив в одиночку прибывает к ним на подмогу Баки вступает в отряд ревущих командов В ходе операции Баки срывается с поезда на огромной высоте и предположительно разбивается Мотивируя Стива закончить начатое Я дожал бы его сам Я знаю Назад! Руку давай! В 2013 году Баки появляется одним из героев как «Зимний солдат» мультсериала «Команда Мстителей» Он же «Мстители. Общий сбор» Ты тоже неплох, но Черепа всё же не спас А вот он превратил меня в супероружие В 2014 году выходит продолжение фильма под названием «Первый Мститель. Другая война» В котором выясняется, что Баки на самом деле выжил после падения Но потерял память и левую руку Он был найден Гидрой и превращен в «Зимнего солдата» Его большую часть времени держали в криокапсуле Пробуждая лишь для заданий и тренировок новых бойцов Поэтому он также почти не постарел за 70 лет Во время событий фильма его отправляют убить нескольких неугодных гидрополитиков А затем капитана Америки В ходе боя с солдатом Стив сбивает с него маску и узнает Баки Но тот не узнает ни Стива, ни своего имени Баки? Какой еще Баки? Не буду с тобой драться Ты мое задание Так выполни его Ведь я с тобой до конца В 2015 году Баки появляется в сцене после титров фильма «Человек-муравей» В фильме «Первый мститель противостояния» 2016 года Баки снова становится одним из главных персонажей Несмотря на восстановление памяти, он все еще живет отдельно и не контактирует со Стивом Когда его обвиняют во взрыве саммита Ваканды по случаю договора о регистрации Стив отправляется к нему с целью поговорить Видя, что Баки невиновен, Стив решается ему помочь Что окончательно приводит к расколу «Мстителей» на две части В 2017 году «Зима» «Зимний солдат» появляется в аниме-сериале «Марвел Мстители будущего» В 2018 году Баки появляется в сцене после титров фильма «Черная пантера» Где его уже вылечили от кода и попросили помочь в обороне страны Стенд повторил роль Баки в фильме «Мстители. Война бесконечности» 2018 года По сюжету он помогает героям оборонять Ваканду от армии Таноса В конце он превращается в пепел после того, как Танос получил шесть камней бесконечности «Где драка?» «Уже в пути» «Получайте свора собачья» «Почем пушка?» «Не продается» «Ну ладно, а руку тогда» «Сив» В 2019 году Баки появляется в фильме «Мстители. Финал» Когда щелчок Халка возвращает к жизни всех исчезнувших после щелчка Таноса Стенд повторил роль Баки Барнса в сериале про Сокола и Зимнего солдата Который вышел в 2021 году Сюжет сериала рассказывает о событиях, которые происходят с Уэлем Уилсоном и Баки Барнсом после фильма «Мстители. Финал» «Мстители. Финал» «Смутedarño нитровые минилис» «Рань б canonical» «J??» «СТАНЯ и благоформи dw Depекты» «Мне я в основеOTА» «Самакк Продолжение следует...